Вчера закончилась двухнедельная консолидация евро-доллара в боковом диапазоне 1,3333-1,3410. Курс пары пробил его нижнюю границу и сформировал новый 9-месячный минимум 1,3313. Драйвером снижения валюты стали очередные сильные данные экономической статистики из США. Опубликованный уровень потребительской инфляции в пределах прогнозов аналитиков поддержал ожидание скорого пересмотра и повышения процентных ставок на доллар. Кроме того, рост количества новостроек в стране, увеличение разрешения на новое строительство, ускорившиеся восстановление рынка труда и низкая стоимость кредитования еще более укрепили позитивные отношения инвесторов к перспективам американской экономики, спровоцировав при этом повышенный спрос на доллар. На этом фоне курс пары продолжает снижение, усиливая перепроданность единой валюты. Графики индикатора MACD на дневном и четырехчасовом таймфреймах демонстрируют уже тройную дивергенцию, что ограничивает дальнейшее снижение пары и усиливает риски ее полномасштабной коррекции. Торги во вторник. Курс пары завершил вблизи достигнутого минимума на ценовом уровне 1.3318, сформировав незначительный откат перед продолжением дальнейшего снижения. В этих условиях в нашем прогнозе на среду предполагаем возобновление снижения пары к ключевому уровню поддержки 1.33. Если продавцам единой валюты удастся продавить этот уровень и закрепиться под ним, последует дальнейшее снижение пары к целевым уровням 1.3283 и 1.3242. Если же пробой ключевой поддержки 1.33 не состоится, евро-доллар развернется на коррекционный подъем к уровню дневного разворота 1.3333 и выше. Фунт-доллар на торгах во вторник вновь обратил на себя внимание рынка, продемонстрировав обвальное падение пары после выхода Великобритании более слабых, чем предполагалось данных по инфляции потребительских и розничных цен, а также сильной экономической статистики по рынку недвижимости в США. Инвесторы на этом фоне в очередной раз получили подтверждение того, что ужесточение монетарной политики и повышение ставки от Банка Англии в ближайшее время ждать не приходится. Это определило ценовую динамику валюты, курс которой опустился вчера от максимальных азиатских уровней 1.6737 до минимального с апреля 2014 года уровня 1.6611, а затем всю американскую сессию провел в крайне узком ценовом диапазоне вблизи достигнутого минимума, сохранив вероятность дальнейшего снижения пары. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем завершение снижения пары в ценовой зоне 1.6600, 1.6580, а затем разворот и коррекционный подъем валюты к целевым уровням 1.6625, 1.6640, 1.6668 и, возможно, к 1.6685. Они называют нас игроками. Они говорят, что мы зависим от удачи. Они утверждают, что никто не может обыграть рынок, и мы зря тратим свое время. Это не настоящая работа. Мы должны отказаться от нашего хобби, говорят они. Но если бы они только знали, что мы мастера риска, суть предпринимательского духа, ликвидность экономики. Мы всегда добиваемся своего, зарабатываем своим умом, приспосабливаемся к постоянно меняющимся джунглям финансового рынка. Мы торгуем валютой, которой вы расплачиваетесь в магазинах. Мы торгуем компаниями, в которых вы работаете каждый день. Мы торгуем золотом, которое блестит на ваших часах. В то время, как вы боитесь неудач, мы учимся на наших ошибках. Мы не боимся потерь. Мы не боимся говорить о наших потерях. Мы встаем на ноги после наших потерь. В эти моменты мы становимся сильнее. Дисциплина и самоконтроль – наши партнеры. Мы те, кем вы всегда хотели стать. И мы выходим из тени. Мы – трейдеры. В экономической статистике среды. Япония представит итоговые показатели баланса внешней торговли за июль, включая объемы экспорта и импорта продукции, а также индекс деловой активности во всех отраслях экономики. В Германии выйдет июльский индекс производственных цен. В Великобритании обнародует протокол последнего заседания Банка Англии по вопросам кредитно-денежной политики, а также распределение голосов по нормативу основной процентной ставки и объема покупок активов. Кроме того, будет опубликован баланс промышленных заказов от Конфедерации британских промышленников. А в статистике США рынок ожидает публикацию протокола последнего заседания ФРС. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maximarkets.ru Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс!